приветствую вас дорогие друзья с вами на связи я анастасия час сегодня 5 июня 2017 года я давно не записывала обзоры и вот решила возобновить и так традиционно начинаем мы с пары евро доллар это обзор на месяц месяц июнь посмотрим что нам готовит на июнь месяц это пара и так смотрите друзья сейчас я слегка увеличу чтобы видно было значит вот разворотная линия месяца находится на уровне 1 105 60 и я предполагаю что цель месяца вот 1 153 но думаю что возможно мы не дойдем до 1 153 возможно где-то здесь посередине 101 142 50 143 где-то ну вообще цель вот 1 153 и возможно даже чуток выше но я предполагаю что мы можем туда не дойти а сейчас смотрите что у нас происходит мы оттолкнулись от разворотной линии недели вот желтенькая прерывистая линия это разворотная линия этой недели мы на прошлой неделе оттолкнулись получается вот от нее и она находится на уровне 1 121 08 10 1 121 08 и вот мы оттолкнулись от нее это разворотная линия дня то есть она каждый день меняется соответствующий как и разворотная линия недели каждый день меняется у каждой недели меняется и месяца также каждый месяц меняется пока что мы оттолкнулись от разворотной недельной линии и пошли вверх но я допускаю что в течение месяца мы вполне в принципе можем вот сюда вернуться и протестировать уровень 114 80 и даже вернуться до разворотной линии месяца то есть откатить до разворотной линии месяца прежде чем пойти дальше вверх либо же возможно наоборот другой вариант вверх дойдем до 142 50 143 и вернемся сюда для похода вниз потому что у меня такое ощущение что следующий месяц возможно не первая неделя вторая неделя пойдем вниз ну по моим ощущениям потому что если посмотреть видите что у нас происходит мы идем такой боковой тренд уже достаточно сколько месяцев мои думаю будет продолжать движение вниз все-таки но это рынок строит какие-то ожидания и прогноза я не люблю я люблю идти за рынком потому что это дело неблагодарное но по крайней мере я вам сказала цели цели куда стремится вот цена в июне месяца это относительно пары евро доллар и так давайте перейдем к следующей паре следующая пара у нас доллар франк и так какие ожидания у нас по этой паре по паре доллар франк давайте я увеличу посмотрите сейчас видите у нас очень очень сильный уровень поддержки был на уровне вот один девятьсот шестьдесят шесть тридцать четыре тридцать пять где-то здесь и мы его пробили это на месяцах уровень сильный уровень поддержки и пока что мы это сколько раз мы его тестировали сколько месяцев туда-сюда туда-сюда и никак как бы толком не закрепиться не выше не ниже есть мы сейчас еще продолжается тестирование пока что пробились вниз разворотная линия месяца находится на уровне 1 966 60 мы как видите оттолкнулись от разворотной недельной линии который находится на ноль вернее здесь 0 960 86 60 а здесь 900 0 973 17 разворотная недельная линия и вот видите от не оттолкнулись и пошли вниз то есть цель на месяцах вот она сначала 90 947 20 и возможен да возможно даже сюда 0 38 0 8 10 так если не случится еще даже пробои ниже я вполне допускаю но пока что вот цель вот сначала сюда 974 20 и потом вот сюда 938 0 8 вот сюда мы двигаемся я предполагаю что цель здесь но опять таки как и и с предыдущей парой вот она разворотная линия месяца то есть мы вполне можем еще откатить сюда вверх потому что вот нужно захватить это на 978 50 и следующие 986 60 вот разворотная линия но можем и не дойти до разворотной линии вот сюда можем откатить 978 50 прежде чем еще продолжить движение вниз вот такие ожидания по паре доллар франк следующая пара у нас фунт доллар и так какие ожидания у нас по паре фунт доллар давайте я увеличу немного чтобы увидеть здесь у нас не совсем понятно то есть идет на пересечении скорее всего что мы пойдем этот месяц возможно пойдем вниз с цель где-то на 1 270 17 1 первоначальная цель следующая 1 257 36 30 где-то вот так ну а пока что мы оттолкнулись от разворотной линии недельный давать так и увеличить чтобы видно было вот он перешла на дни оттолкнулись от разворотной линии недельно она находится на уровне 1 283 86 283 86 нет 83 1 20 83 83 находится на этом уровне разворотная недельная линия и пробили разворотную недельную разворотную линию месяца 187 77 вот здесь находится разворотная линия месяца мы пока пробили ее находимся выше цель пока что вот если взять на днях вот 1 291 83 пока что я думаю что мы можем сюда еще дойти сегодня а так видите на неделях недели показывает нам что мы пойдем еще вверх то есть сама месячный тренд вроде разворачивается вниз будет будет откат вот сюда но на неделях пока что мы двигаемся вверх цель на неделях 1 900 ой 295 08 и даже можем сюда 1 303 27 вот такие ожидания у нас по паре фунт-доллар смотрите самое главное нужно посмотреть разворотные линии месяца если мы закрепимся чтобы лучше видно вот она разворотная линия месяцев закрепимся выше 1 287 77 ну значит будет продолжать движение вверх пока мы выше значит тренд восходящий пробьемся вниз и закрепимся значит сменится на нисходящий тренд вот такие ожидания у нас по паре фунт-доллар и следующая пара у нас на очереди пара доллар иена моя любимица пока что на месяцах мы двигаемся вниз тренд показывает нам нисходящий утрен нисходящий видите протестировали сейчас я увеличу протестировали недельную линию она на уровне 110 889 но 890 вот где-то вот на уровне 110 800 89 находится разворотная линия недели видите оттолкнулись как в от нее и пошли вниз разворотная линия месяца на уровне 112 385 пока мы находимся ниже разворотной линии месяца и ниже разворотной недельной линии пока что мы пойдем вниз но цель на месяцах вы знаете довольно такая прозрачная где-то вот мы можем дойти до 108 246 и вот здесь находится уровень он достаточно такой уровень поддержки хороший 105 954 вот мы можем дойти сюда здесь уже видно будет пробьемся закрепимся ниже пойдет возможно вниз если нет мы можем сюда то есть откатить к этому уровню 105 200 954 и можем продолжить дальше движение вверх но и судить судя по так как мы находимся вот выше здесь очень сильный уровень поддержки на месяцах это на уровне 97 671 пока ведь и мы пробились выше вернулись закрепились выше и здесь возможно что вот протестируем еще вот этот уровень и пойдем дальше вверх и она пойдет дальше вверху в долгосрочной перспективе но это такие мои мысли вот если посмотреть атак посмотрим как говорится рынок нам покажут вот такие ожидания дорогие друзья по основным валютным парам ну что есть у меня еще тоже две пары с которыми я работаю это дам вам как бонус следующая пара у нас американский доллар в паре с канадским долларом я иногда по ним работаю и также работы с австралийским долларом в паре с американским но мы позже чуть-чуть перейдем к нему и так американский доллар в паре с канадским долларом какие ожидания у нас по этой паре опять-таки видите мы оттолкнулись почти от разворотной линии месяца давайте посмотрим она находится на уровне 1 358 22 вот и и но чуть-чуть мы не дошли до нее но пока что мы оттолкнулись оттолкнулись от разворотной недельной линии она находится на 1 348 69 вот мы оттолкнулись и идем вниз цель пока что она нам показывает месячный тренд нисходящий и цель нам пока вот здесь вот она где-то на 1 319 72 313 78 ну а дальше видно будет можем дойти до 1 303 65 вот такие мои ожидания по этой паре опять-таки повторюсь вот видите показывает у нас случилось уже пересечении мы идем вниз то есть нисходящий тренд месячный обещает нам находимся пока что ниже разворотной линии месяца на 1 358 вот она находится 1 358 0 9 и пока что тренд нисходящий смотрите разворотная линия недели 348 70 находимся пока ниже значит будет продолжать движение вниз вот такие ожидания по американскому доллару в паре с канадским долларом и сейчас переходим к ой к австралийскому доллару в паре с американским долларом и вот смотрите какие ожидания у нас по этой паре но в принципе тоже показывает нам практически на пересечении что мы будем продолжать что мы будем разворачиваться вверх посмотрим пока что опять-таки ты даже и месяц начался и мы идем вверх мы протестировали и недельную линии мы протестировали разворотную линию месяца она находится на уровне 0 743 92 вот здесь чтобы видно было до 0 700 0 744 10 и простите ошиблась 0 744 находится разворотная линия месяца но здесь еще у нас один очень очень сильный уровень видите поддержки сейчас уже как сопротивления даже потому что видите мы пробились и уже снизу возвращаемся вверх еще раз его тестировать значит он из уровня поддержки перешел в уровень сопротивления и вот мы сейчас его опять-таки пробили вот этот уровень который находится на 0 746 59 он очень сильный и видите уже тоже сколько времени никак не определиться цена то ли закрепиться ниже потому что видите вот пробились откатили но не закрепились ниже а все-таки неопределенность была и вот сейчас опять-таки откатили вниз и опять возвращаемся вверх опять его тестируем вот этот уровень мы тестируем 746 64 и все зависит от того что закрепимся пробьемся мы вверх закрепимся выше это на днях значит вот возможно сюда придем 755 76 но пока что тоже смотрите сколько месяцев мы идем таким боковым трендом туда-сюда туда-сюда вот такие ожидания пока что я вам говорю что пока что мы идем вверх то есть вполне вероятно вот первоначальная цель на 0 770 05 ну и возможно но пока что я вижу вот сюда 0 770 05 пока что вот такие ожидания у меня по этой паре австралийский доллар в паре с американским долларом вот такие ожидания друзья по основным валютным парам и по дополнительным я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь с друзьями задавайте вопросы я всегда с радостью вам отвечу в мере своих знаний конечно же что не знаю так и скажу еще раз благодарю за внимание с вами была анастасия чат